Здравствуйте, друзья! Арсений Гуричев, врач остеопаток, клинический психолог. И мы поговорим о массе тела и воде. Вот об этих компонентах. Масса тела человека зависит от нескольких составляющих. Один из них — это вес постоянных тканей или постоянный вес. Это вес костей, сухой части мышц, органов, стромоорганов, то есть органный тканевой скелет. А другая часть, она очень динамичная. И эта динамичная часть зависит от воды. Точнее сказать, от жидкости, но для упрощения буду говорить, это как синонимы вода и жидкости. И человек состоит по большей части из воды, из жидкости. Воды свободной в нем практически нет. Она почти все связана с белками и с другими элементами, веществами. И это отнюдь не кровь. Крови в человеке не так и много. Буквально 3-5%. А остальная жидкость находится у него в тканях. Находится у него в органах. Это межтканевая жидкость, лимфа и другие варианты нахождения жидкости в человеке. И масса человека во многом зависит от количества в нем воды. Потому что вода сама по себе очень тяжелая. И вы, наверное, замечали, что после каких-то ситуаций ваша масса увеличивается, после каких-то ситуаций она уменьшается. Вот обмен воды – это и есть то, что может быстро поменять вашу массу в ту или иную сторону. Итак, что же влияет на обмен воды? Конечно же, функция органов выведения. Это почки, это кишечник, легкие и кожа. Вот это основные органы выведения. Жидкости. В выведении жидкости также участвуют и другие ткани, в частности, например, суставы. Но жидкость, которая выводится суставами, она все равно остается в организме человека, поэтому это можно не учитывать. Ну, также есть продукция ликвара. Это внутримозговая жидкость. Мы ее тоже не учитываем, хотя ее клиренс очень большой. Легкие, кожа, почки, кишечник – вот органы, которые выводят воду. Вода, она не как в бочке с унитазом работает в человеке, а она, так как связана с другими веществами, и с белками, и с металлами, и с другими веществами, то она сильно зависит от функции, которая называется гомеостаз, то есть соблюдения какого-то баланса солей, белков, жиров, собственно, воды и других элементов. Поэтому если у вас задерживается вода, то либо вы не совсем здоровы, и вам нужно идти к врачу, либо вы употребляете такие продукты или напитки, которые задерживают у вас воду. Что больше всего задерживает воду? Это соль, поваренная пищевая соль, сахара и вообще углеводы простые, алкоголь. И некоторые пищевые вещества, ввиду того, что их много, и ввиду того, что они содержатся в ничтожных количествах, то я про это сейчас говорить не буду. Я хочу, чтобы вы поняли сам принцип. Если вы напились алкоголя и наелись соленых закусок, то будет отек. И отек ткани. И это неизбежно. Как примитивно, если описать это состояние с солью, вы можете вспомнить, если кто уже возрастной, то между окон мы вставили соль в коробочке для того, чтобы она набирала влагу. Она очень быстро набирает влагу. Этанол набирает влагу. Этиловый спирт. То есть стопроцентного спирта нет. Он всегда 96, как минимум. Может, он тут же набирает из окружающего воздуха влагу. То есть вот эти вещества, или если вы сахар оставите на открытом участке, и это будет влажное помещение, то он окаменеет, он наберет воду. То есть эти вещества, они так работают, что задерживают воду. Если вы проанализируете свое пищевое поведение и посмотрите, что вы едите, если вы увидите, что вы пьете, едите много соленого, едите много сладкого, то вода будет задерживаться. Соответственно, прежде чем бороться со своими отеками и задержкой жидкости, применением каких-то средств, можно пойти сначала с анатомией и физиологией. То есть довести до какой-то нормы потребляемые вещества. Убираем соль, убираем сахара, убираем алкоголь. Смотрим, что происходит с массой. Она начнет падать. Но не за счет пока жировой ткани, а за счет воды. Следующий шаг, который тоже направлен на уменьшение отечности, на уменьшение воды, это то, что вы употребляете каждый день в пищу, это еда, и не нужно для этого специально употреблять какие-то лекарства, а можно просто употреблять в пищу определенные пищевые продукты, которые увеличивают уведение жидкости из организма. Вспомните эффект с одного продукта, который вы точно отмечали в своей жизни, что там есть мочегонный эффект, и это арбуз. То есть если поесть арбуз, то воды выводится куда как больше, чем обычно. К таким продуктам относятся и огурцы, и помидоры, и сельдерей, спаржа, виноград, лимоны, некоторые сорта зеленого чая, или можно так сказать, большая часть чая, и другие продукты. Список наиболее употребимых продуктов из нашей жизни я приведу в описании к этому видео. А вот следующим этапом идет только употребление каких-то специальных мочегонных чаев или лекарств, будь то гомеопатических средств, или аюрведических средств, или средств тибетской медицины, или средств традиционной китайской медицины и других. Если вы не справляетесь с жидкостью, перегружен жидкостью, у вас большая масса тела, вы текаете, вы это чувствуете, как набухают эти пальцы, как кольцо тяжело двигать на пальцы, часам становится мало места, на голенях остаются следы от носков, на ступнях остаются следы от сандалий. Вы понимаете, что вы текаете, есть признаки отека, которые не бросаются в глаза, например, вы можете подойти к зеркалу, высунуть свой язык и посмотреть, есть ли на боковых поверхностях языка следы от зубов. Если они есть, то у вас и отек языка, отек в системе верхней половой вены. Если это происходит, вы убрали соль, сахар, алкоголь, вы добавили в рацион арбузы, огурцы, помидоры, спаржу, сельдерей, лимоны, зеленый чай, и все равно у вас масса не падает. Нужно, убрав вот те условия, о которых я сейчас говорю, вы можете добавить какой-то препарат, но сначала не лекарственный препарат и вообще сами не употребляйте лекарственные препараты, потому что это опасно для вашего здоровья. И вот только в конце, когда вы уже использовали все эти средства, и вы все равно не справляетесь с отечностью, вы можете пойти к терапевту, и он вам, или семейному врачу, врачу общей практики, и он вам назначит, возможно, если это нужно, какой-то мочегонный препарат. К сожалению, почти все мочегонные препараты, как бы там ни было написано в инструкции, про то, что они калийсберегающие, они все-таки выводят эти металлы, и влекут в той или иной степени, в какой-то степени осложнения. Поэтому оставляем их на самый, на самый, на самый, на самый конец. Препараты назначаются врачом самостоятельно, не надо ничего покупать, не надо спрашивать в аптеке, что мне попить от отеков. Да, естественно, вам продадут мочегонный препарат, но это делать не стоит, это делать опасно. Поищите с помощью пищи питьевого режима, и иногда это работает, иногда нет, с помощью подвижности. То есть у некоторых людей от того, что они двигаются, отек спадает, а у некоторых людей от того, что не двигаются, отек нарастает. Потому что они тем механизмами, которых мы вначале говорили, теми органов выведения, они не справляются, и от того, что функция нарастает, лучше они не работают. Поэтому сейчас я выношу за скобки обсуждение физических способов увеличения диуреза, а только про пищевые. Еще остается для снижения массы через убирание воды, это режим дня, так как на обмен жидкостей сильное воздействие оказывает режим, из-за того, что правильный режим дня, он правильно, если так просто говорить, настраивает ваши гормоны. Ложиться спать надо сегодня, вставать желательно рано утром, и если утром вы просыпаетесь от того, что очень сильно хотите в туалет писать, то значит у вас, наверное, все работает. Если же этого не происходит, то надо что-то предпринимать. Посмотрите свой режим дня, посмотрите свой рацион, убираете соль, сахар, и вообще углеводы, алкоголь, и вы увидите, как ваша масса будет снижаться, наряду с другими мерами, которые вы используете, и решение найдется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok